Всем привет, меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы с вами будем пробовать некоторые новинки белорусской косметики. Кроме того, в конце этого видео нас с вами ожидает мини-розыгрыш. Мы с вами наконец-то достигли отметку в 9000 подписок. Большое всем спасибо за поддержку, за ваши лайки и за ваши комментарии. Именно поэтому у нас с вами в конце и будет розыгрыш. А пока давайте с вами начинать краситься. Будем потом обсуждать продукты. Посмотрим, как всегда, вечернее включение, а вот уже потом поговорим про розыгрыш. Поехали! Продукт, с которым мы сегодня с вами начинаем макияж, это жидкий хайлайтер от бренда Бернович. Я его взяла в оттенке 01, просто у меня таких цветов хайлайтера, тем более жидкого, нету. Поэтому будем с вами пробовать. Говоря про тональную основу, я сегодня нанесла смесь двух тональных основ. Это Бернович в оттенке 01 и Белор Дизайн Скин Тинт в оттенке 50. Получилась очень прикольная такая тональная основа, степень покрытия средняя и очень красивый, натуральный, слегка подсвечивающий финиш. По консилеру у меня релуи для перекрытия синячка оттенок, какой оттенок? 50. И хайлайт, ой, какой хайлайтер? Подсвечивающий жидкий корректор, ну в смысле консилер от Люкс Визаж оттенок 11. Так, все рассказала, теперь будем с вами пробовать жидкий хайлайтер от Бернович. Я также планирую его нанести на зону декольте и посмотреть, как он там распределяется и как он вообще смотрится. Наносить я буду синтетической кисточкой. По свотчам мне понравилось все. А как это будет выглядеть в реальной жизни, мы сейчас с вами увидим. Хайлайтер без базы, хорошо распределяется. Это вроде как тональную основу не растворяет, поэтому в принципе неплохо. И в общем-то выглядит достаточно симпатично. Но если наносить вот так вот тоненько, получается такое среднее по интенсивности сияние. Чем-то будет по эффекту даже напоминать хайлайтер от Релуи жидкий. Единственное, что, конечно, сияние было чуть-чуть другое. Здесь будет поинтереснее именно оттенок. Но с точки зрения интенсивности сияния, чем-то они между собой похожи. По пудре. У нас с вами есть целых два продукта на пробу, поэтому я буду наносить и ту пудру, и ту пудру. То есть с одной стороны у меня будет версия от Беллита, которая называется Matte Powder. Я ее взяла в оттенке 02, вроде как бы оттенок оказался мне неплохим. А с левой стороны я буду наносить пудру от Vitex, которая называется шелковая минеральная пудра. И эта пудра бестальковая, а эта пудра сталька. Эту пудру я взяла в оттенке 50, ой, какой 50, в оттенке 01. И это была на самом деле ошибка, она очень светлая, надо было брать оттенок потемнее. Но ничего страшного, я же не буду в качестве тонной использовать. И, кстати, вместо талька по факту здесь каолин, то есть наша с вами любимая глина. И за счет этого продукт будет немного абсорбировать севбум, потому что тальк обычно с этим справляется хорошо. И если пудра бестальковая, должно быть что-то на замену этому. Так, начинаю я, пожалуй, с пудры от бренда Беллита. Здесь есть вот такая симпатичная пуховка. И, кстати, пуховка сама по себе неплохая. Здесь шла не пуховка, а просто слегка такой поролоновый вкладыш, и я его уже куда-то делала. Поэтому извините, если найду, потом покажу, но это не точно. Оттенки отличаются, как вы видите, но, в принципе, это особо сильно не должно повлиять на результат, потому что я наносить буду тоненько. Пудра набирается хорошо. Она по текстуре очень приятная, тоненькая, ну и момент истины. Я надеюсь, с тоном проблем не будет. Ну, так, ее, в принципе, не видно на лице. Это, конечно, плюс. Но с тоном на сухих участках и вот здесь, где есть чуть более расширенные поры, есть маленькие нюансики. Она как будто бы стопорится, их немножко подчеркивает. Не очень сильно, но такой момент присутствует. Но это видно очень-очень близко издалека, не факт, что вы заметите. При этом дает очень неплохой матовый финиш. Переходим ко второй пудре. Наносить я ее буду той же самой кисточкой. И смотрим с вами. Так. Ну, по эффекту на лице они очень сильно похожи. Но состав разный, конечно. Продолжаю наносить. Пора особо сильно не подчеркивает. Но тоже есть такой момент, что какие-то вот супер-супер сухие участки, если вдруг они у вас есть, можете чуть-чуть подчеркнуть. И все. На лице ее тоже не видно. В принципе, выглядит неплохо. И, на мой взгляд, они обе дают плюс-минус одинаковый финиш. Что с этой стороны получается матовый эффект, что с этой стороны получается матовый эффект. Переходим с вами к продуктам для бровей. И я взяла два оттенка новых карандашей от Люкс Визаж. 311, который называется Тауп. И 310, который называется Софт Браун. Я думала, что Софт Браун это будет а-ля Блонд, но он какой-то оранжеватый. Поэтому я не знаю, что будет. Тауповый вроде как вообще похож на Блонд больше, нежели чем на Тауп. Но я сделаю две разные брови. Извините, сегодня будут разные брови. Но мы просто хотя бы с вами посмотрим оттенок. Если будет совсем плохо, то да, я тогда перекрашу. Но пока мы с вами посмотрим на оттенки. Мне нравится то, что здесь очень тоненький грифель. И мне нравится определенно здесь щеточка. А теперь давайте проверять оттенки. Как они вообще выглядят в реальной жизни на реальных бровях. Ну да, он коричневый. Это не мой цвет совершенно. Но мне нравится текстура. Карандаши очень мягкие, легко рисуют. И при этом хорошенькие с точки зрения пигмента. Так, ладно, давайте попробуем второй оттенок. Потому что ходить с красными бровями мне как-то не очень нравится. И в принципе идея звучит так себе. Поэтому давайте попробуем Тауп. И возможно, что я тогда перерисую эту бровь. Не, ну Тауп вообще-то похож на блонд чем-то. То есть он не чисто серый какой-то. В нем вообще есть как будто бы легкая зеленинка, которая присуща как раз-таки блонду. Но цвет хороший. И да, я сейчас эту бровь тоже буду перерисовывать. Потому что она слишком уж красноватая для меня. Мне нравится текстура. Притом очень сильно нравится. Безумно легко рисовать. И если, например, сравнить с новинкой от Vitex. Vitex будет чуть посуше. А Riloui будет еще мягче. И из-за этого Riloui будет достаточно быстро при этом расходоваться. Вопрос в том, как этот продукт, конечно, будет себя вести. Тоже есть вероятность того, что он быстро будет у вас уходить. По макияжу глаз. У нас сегодня с вами есть на пробу новая тушь от бренда Belita. Также есть гелевые карандаши от Luxe Visage. Они мне понравились по текстуре. И при этом они очень сильно похожи на Riloui. Также у меня есть на пробу жидкие кремовые тени от Bernovich. Но, скорее всего, сегодня мы будем с вами использовать оттенок 03. В качестве подложки под тенюшку от Bernovich. Это оттенок L12. Один из последних. И это линейка Galaxy. Скажу честно, я ни разу не пробовала линейку Galaxy. Поэтому сегодня мы ее с вами будем пробовать. И так как я не смогу сегодня в чистом виде протестировать жидкие тени, тушь, и, скорее всего, я попробую только один оттенок из двух, я еще буду делать, как всегда, дополнительное вечернее включение. И мы с вами посмотрим, как ведут себя продукты в чистом виде. И сегодня, так как оттенок Galaxy такой достаточно яркий, интенсивный, будем делать классический затемненный уголок. Я потом нанесу тушь, но при этом я буду приклеивать все-таки пучки. Потому что макияж будет активный. Если я не приклею пучки, будет как-то не очень хорошо. В качестве основной палетки я также сегодня возьму Бернович. Это палетка, которая называется Golden Time. И здесь такие вот прям супер классические коричневые цвета. Я буду выбирать чуть более нейтральную историю. Здесь есть один теплый оттенок. Вот этот вот тепло-коричневый. Но это не так уж сильно и заметно. В общем, сейчас буду строить форму на основе теней. Потом на серединку подвижного века я нанесу третий оттенок от Берновича. Поверх него мы с вами приклеим блесточку. Таков план. И давайте по чуть-чуть начинать. И я буду начинать с самого темного оттенка сегодня. Пускай будет как раз-таки вот этот. Из нюансов. Этот цвет очень сильно пылит. Вот прям очень сильно. При этом он очень пигментированный. Поэтому аккуратно с ним. Если вдруг у вас будет эта палетка. Набрали немножко. Втоптали песточку. И можно спокойно наносить. Тогда ничего событий не будет. И начинаем аккуратно наносить оттенок. То есть посмотрите, насколько он сильно пигментированный. И начинаю по чуть-чуть расстраивать форму. Обязательно этот же оттенок наношу по нижнему веку. На кисточку чуть покрупнее набираю средний по интенсивности оттенок. И это у нас с вами будет складка века. Этот оттенок уже пылит чуть поменьше. Но тем не менее небольшие осыпания могут быть. Ставлю кисточку ровно на темное место. И начинаю по чуть-чуть подтушевывать темный оттенок. И стушевывать его с оттенком складки века. На кисть еще крупнее набираю еще более светлый оттенок. И самое что интересно, именно этот цвет вообще не были в палетке. И начинаю подтушевывать границу. И уводить все это в кожу. То есть вычищаю тушевку с помощью самого светлого оттенка. Теперь на серединку подвижного века я наношу оттенок 0,3. Как всегда я такие тени переношу через руку. Беру синтетическую кисточку. Аккуратно набираю на нее продукт в не очень большом количестве. И начинаю наносить ровно с серединки подвижного века. И распределять. Кстати, оттенок очень красивый такой. Прям ежедневненький. Могу взять синтетическую пушистую чистую кисточку. И чуть-чуть почистить границу. Чтобы слишком много продукта не наносить именно в переход. Он в принципе здесь особо не нужен. Если необходимо, можно чуть-чуть поднастоять. Кстати, в чистом виде можно, в принципе, конечно, тени оставлять. Но я пока не знаю, скатываются они или нет. На мне чаще всего такие тени скатываются. Хотя, если наносить их вот в таком виде. То есть, когда у меня в складке века уже есть сухая текстура. Тогда они могут вообще не скатываться. Аккуратно прохожусь по границе. И вот теперь сразу же приклеиваю оттенок Galaxy. То есть, это фишка и лайфхак. Если вы хотите, чтобы ваша блесточка не сыпала и не скатывалась. Вы наносите кремовые тени. Не ждете, пока они высохнут. И сразу же приклеивайте блесточку. Кстати, здесь немножко другая текстура. Она отличается, извините, от спарклов. И она не такая рыхлая. Так, смотрим. Как красиво. Также наношу оттенок чуть выше складки века. Я сейчас здесь переход подкорректирую. Но, конечно, выглядит, по-моему, здорово. Перехожу на нижнее веко. И я возьму светлый оттенок из палетки. Или же все-таки еще вот этот попробовать. Ладно, давайте сделаем следующий переход. Я набираю темный оттенок из этой палетки. Кстати, он так похож на какой-то оттенок из другой палетки, которую я не так давно пробовала. Но я не помню, что это за палетка. Там была очень похожая история по оттенкам. Так, что я не так давно пробовала. Huda Beauty. Huda Beauty. Версия браун. И там был очень похожий перелив. Тоже бордовато-золотистая блесточка. Только прессовка была чуть пожестче. Переворачиваю кисточку. Набираю светлый оттенок из этой же палетки. И добавляю его тоже по нижнему веку. Но уже просто ближе ко внутреннему уголочку. Слушайте, действительно очень сильно похоже чем-то. Так, а во внутренний уголок мы что, собственно говоря, добавим? Единственное, что немножко так поджевывает, как будто бы века. Что я хочу во внутренний уголок добавить? Возможно, хайлайтер. Давайте добавим светлый хайлайтер. Почему бы и нет? Хотя нет. Я передумала. Выглядит слишком ярко, интенсивно. И не так, как я хотела бы. Здесь я хочу больше такой сатиновый слегка оттенок. Потому что по блесткам и так перебор. У меня тут недалеко лежала палетка от Evelyn. И я из нее возьму светлый оттенок. Он такой чуть более сатиново металлизированный. И не так много дополнительных каких-то частиц. То есть он сам по себе достаточно простой. И мне кажется, он здесь будет лучше смотреться. Потому что и так слишком много сияния. И легко уже переборщить со всем этим. Да я и так, кажется, борщинула. Надо было меньше блесток на нижний век. Ну ладно, бывает. Извините. Беру черный гелевый карандаш от Ril'Eye. Добавляю его в ресничный край. И давайте еще попробуем его добавить. Чуть побольше и немножко мы с вами его подтушуем. Проверим вообще, как он тушуется. Нашла. Сразу начинаю немножечко подтушевывать. Потому что гелевые текстуры не терпят того, что вы будете сидеть, искать долго кисточку. Двигаться нужно быстро. Кстати, тушуется он хорошо. И вы тушуете по факту край. При этом основание вроде как не, как бы это объяснить, не отваливается кусками. Потому что иногда бывают такие гелевые карандаши. Вы их наносите, пытаетесь подтушевать. И по итогу вы их полностью как будто бы снимаете. Нет, здесь такого нет. Хороший гелевый и достаточно мягкий карандаш. На нижнее слизистую я нанесу каял от Vivienne Sabo в оттенке 0,6. То есть, к сожалению, у меня создается ощущение, что у меня аллергическая реакция на этот каял. У меня после его нанесения как будто бы начинают слизиться глаза и ощущение песка в них. Но надо еще протестировать этот момент, конечно. И давайте я сразу же нанесу тушь с этой стороны. Мы хотя бы посмотрим, как она вообще наносится. Но потом я накрашу второй глаз. И мы сравним там в два слоя, в один слой, как она будет выглядеть. Пока поговорим, как она в принтере наносится, с комочками или же без. Здесь кисточка силиконовая. Нормально она наносится, комочков не дает. Неплохо разделяет. Насчет завитка, ну так себе, особо не дает. Но она очень хорошо именно разделяет скорее. Итак, в два слоя, возможно, даже где-то было два с половиной, и в один слой. В один слой выглядит, в принципе, тоже достаточно аккуратно. Но если вы любите чуть более уплотненный волосок, вам нужно будет наслаивать. Потому что в один слой она не очень сильно уплотняет волос. Хорошо разделяет, при этом дает маленький завиток и небольшое удлинение. Вообще тушь выглядит неплохо. И комков она никаких не дает, и дозатор нормально. То есть нет такого, что вы достаете половину туши за один раз. Очень даже, в принципе, все толково. Вопросов у меня на данный момент нету никаких. Конечно, я еще дополнительно протестирую, будет ли она там печатать, будет ли она сыпать. Сыпать даже сегодня я посмотрю. Так, сейчас нанесу второй слой в фоне и приклею бучки. Потому что все-таки они здесь нужны. По макияжу губ у нас с вами много карандашей. В прямом смысле слова много карандашей. Я взяла и новые карандаши от Vitex. И я взяла новые карандаши от Riloui. От Riloui я взяла только три оттенка, потому что розовые мне не понравились. Они как-то все краснят. Поэтому я взяла оттенки 1, 3, 6. От Vitex я взяла оттенки 2, 3, 4, 5. И тут есть такой момент, что я взяла именно матовые оттенки. При этом, по-моему, шестой или первый оттенок, он с какими-то блестками. Я не поняла зачем, но он реально с блестками. Поэтому он мне не понравился. Эти оттенки тоже не все понравятся всем, потому что в некоторых есть откровенно тепленький потон. Также на пробу я взяла новый оттенок блеска для губ от Riloui в оттенке 7. Это а-ля персиковый блеск для губ. И мы, скорее всего, по итогу сделаем следующий. Я нанесу гелевый карандаш от Riloui. А поверх него либо первый, либо третий оттенок. Сейчас посмотрим все это на губах, и я выберу оттенок, а поверх него нанесу блеск. И также я вам покажу блеск в чистом виде. И, наверное, я с него, мы с вами начнем. Говоря про карандаши от Vitex, это восковые карандаши, они нестойкие. То есть они у вас легко сойдут с губ. Поэтому, если вы хотите, чтобы они прожили дольше на губах, наносим на припудренную кожу. У Riloui гелевые карандаши. А гелевые карандаши сами по себе достаточно устойчивы. Давайте, пожалуй, начнем с блеска. Я вам покажу оттенок в чистом виде на губах. Потом мы с вами будем смотреть вначале Vitex, потом Riloui. Потому что Riloui будет тяжелее отдирать губ. Так. О! Немножко болит десна. Но ярко выраженного и на оттенком я не вижу. Вообще текстура этих блесков мне нравится. Она комфортная, не липкая и неплохо именно увлажняет губы. Но оттенок, ну так, еле-еле заметен. Хотя я бы даже сказала, что на мне его практически не видно. Оттенок 02 Vitex на губах. Здесь есть откровенная теплинка. Более того, даже не персиковая теплинка, а скорее такая слегка рыжеватая. Оттенок сам по себе на сводче кажется розовато-персиковым, уходящим больше в персик. Но на губах он может вылезти слегка рыжеватым, особенно если вы будете очень светленькая. Говоря про пигментацию, она не самая высокая на самом-то деле. Скорее, я бы сказала средняя. Но при этом карандаш неплохо наслаивается, он комфортный на губах. Говоря про мягкость. Чуть-чуть он будет твердоват, поэтому мне кажется, не всем зайдет эта формула. Но, тем не менее, он неплохо рисует. Если сравнивать этот карандаш с карандашами Luxe Visage, которые старые и старые версии, то старая версия будет даже посуше, чем вот эти карандаши от Vitex. А вот новая версия будет гораздо, конечно, мягче идти. Оттенок 03 на губах, который называется нюдовый. Оттенок 02 назывался розовый нюд. И, честно сказать, на губах они выглядят очень сильно похожими. Очень-очень сильно похожими. Я даже только что сделала дополнительные скотчи. Смотрите, это типа третий. Ой, вот это третий, а вот это второй оттенок. И разница есть. Но она настолько минимальная, что не все ее замесят. Во втором оттенке чуть-чуть больше розовинки. Но при этом база именно самого оттенка, она одинаковая. И вот эта вот розовинка, она на губах не настолько сильно заметна. В некоторых случаях, конечно, это будет видно. Но далеко не на всех. И, по-моему, вот эти вот два оттенка, на мой взгляд, все-таки плюс-минус взаимозаменяемые. Оттенок 04 уже чуть больше отличается от предыдущих. Во-первых, он чуть темнее. А во-вторых, на мой взгляд, он чуть более розовый. И самое, что интересное, это название. Он называется бежевый. Почему он называется бежевый, я понять не могу. Потому что он больше все-таки уходит в розовый, чем розовый нюд. И если сравнить этот оттенок с двумя предыдущими, то сразу же, в принципе, становится чуть больше заметен розоватый подтон. И сразу же становится понятно, что да, он действительно чуточку темнее. И вот этот оттенок на холодной петлой девочке будет гораздо лучше смотреться, чем предыдущая. Но все равно он может немножечко теплить и немножечко рыжить. 0,5 оттенок. И это самый темный оттенок в линейке, насколько я помню и знаю. В нем также есть небольшое тепло. И да, если вы очень светленькая, опять-таки белоснежка, это тепло на вас вылезет. Если вы любите делать темный контур, то, наверное, этот оттенок вам понравится больше всего. Здесь есть и розовинка, и коричневинка, и, как я сказала, легкая теплинка. Но если, например, сравнить с 610 оттенком от Luxe Visage, или же с 9, вроде бы 9 оттенок от Reluie из линейки восковых карандашей, то Reluie и Luxe Visage будут еще теплее. Этот оттенок чуть менее теплый. И, в принципе, он выглядит достаточно симпатично. Если еще на серединку нанести какую-нибудь более такую нейтральную розовую помаду или что-то прохладное, в принципе, будет неплохо смотреться. Переходим к чему-то более устойчивому. И первый оттенок от Reluie, который называется Toffee. Это тепло-коричневый оттенок, и он очень сильно похож на третий оттенок от Luxe Visage. Они безумно сильно похожи. Но здесь другая текстура. Это восковый уже продукт, чуть более устойчивый. Это, во-первых. Во-вторых, здесь более мягкая текстура. То есть легче переносится, легче распределяется и комфортнее чувствуется, на самом-то деле, на губах. Пигментация здесь уже гораздо выше. Я бы сказала, раза в два она будет выше. И с одного прокрашивания вы, в принципе, уже видите оттенок. Этот цвет не подойдет на холодный подтон ни в коем случае, потому что он будет смотреться откровенно рыжим. Оттенок 03, который называется Honey Moon. И, извините, я не очень ровно накрасила губы, но в любом случае мне сейчас все равно смывать все это. Мне цвет, в принципе, наверное, нравится гораздо больше, чем первый, потому что первый вообще мало кому подойдет. Этот хотя бы подойдет. Он розовато-коричневатый. И, в принципе, в качестве контура он будет хорош. Если, опять-таки, на серединку губ добавишь что-то чуть более такое нейтральное, светленькое или же прохладненькое, в принципе, он будет хорош. Но, если вы очень беленькая, он вам тоже не подойдет, потому что здесь есть небольшая теплинка, и она на вас вылезет. На теплом подтоне будет нормально, на нейтральном, в принципе, тоже будет хорошо. И единственный оттенок, который действительно подойдет всем, потому что это классический красный под номером 06. Оттенок, кстати, называется ОХО. Интересно звучит. Это именно красный с малиноватым таким подтоном, который многие ищут, который выбеливает слегка зубки и никогда не будет их желтеть. Единственное, что я ожидала, что оттенок будет чуть-чуть по пигментированию, но, в принципе, ничего страшного в этом нет. Он будет по оттенку похож, вернее, даже практически полностью совпадать. 77 оттенком люкс визаж, восковая старая линейка. Там тоже есть тот самый малиново-красный оттенок. Только здесь текстура будет более устойчивая. Ну и на этом плюс-минус все. Скорее всего, я сделаю на губы следующую комбинацию. Возьму оттенок 03, рилуи, и поверх нанесу блеск для губ. Хотя, возможно, на серединку надо будет что-нибудь посветлее нанести. Но я уже подумаю, пока я сейчас все это буду отмывать. Подправлять макияж, потому что я сколько тут всего? Восемь раз перенаносила наши с вами карандаши. И я доделала вам макияж глаз, показываю вам его максимально близко, и мы будем все обсуждать. И сразу рассказываю, что же я по итогу намутила на губах. Как я и говорила, я взяла карандаш от рилуи под номером 03. К нему я добавила помаду от лореаль в оттенке No Doubt. И также добавила блеск для губ от рилуи. Собственно говоря, тот оттенок, который мы сегодня с вами пробовали. Номер 07. И получилось, в принципе, симпатичное такое сочетание. Говоря вот, кстати, про этот оттенок помады, он скорее приглушенный розовый с легкой какой-то холодинкой. Интересный оттенок, и мне кажется, что он достаточно популярен. А теперь мы с вами будем обсуждать все продукты, которые сегодня попробовали. И начнем мы с вами, давайте, жидкого хайлайтера от Бернович. Я его нанесла на зону декольте. В принципе, что-то немножко сияет. Именно как хайлайтер на зону декольте он мне понравился. И ко всему прочему, я его еще развела с тональной основой. Для того, чтобы перекрыть какие-то там нюансы кожи, которые у меня есть. И также я еще этот хайлайтер нанесла поверх припудренной кожи. И в принципе, получилось неплохо. Если вы хотите нанести этот хайлайтер достаточно ярко, то лучше всего его на лицо наносить пальчиком. Потому что таким образом вы просто больше всего будете переносить продукта. Когда вы переносите с помощью кисточки, часть продукта остается все-таки на кисточке. Итак, впечатление. Мне понравилось. Нормальный толковый хайлайтер. Хорошо распределяется, отлично тушуется. Не растворяет тональную основу, если вы его много не наносите. Это жидкий хайлайтер, не кремовый. Поэтому, если вы борщинете с продуктом, он будет растворять тон. Как и любой жидкий продукт, это всегда может случиться, если вы просто перестараетесь. Поэтому, аккуратно при нанесении, наносим аккуратненько пальчиком, либо же аккуратно кисточкой, припечатывающими движениями, и все будет хорошо. Если вы любите вырвиглазное свечение, то вам этот хайлайтер, скорее всего, не понравится. Да, вы сможете его очень интенсивно нанести, например, на зону декольте. Но вот на лицо, ну, в принципе, можно попытаться. Но эффекта, скажем так, Dope Cosmetics у вас не получится. Сияние у него, скорее, среднее. При этом его можно немножко усилить и также немножко убавить. Хайлайтер сам по себе без базы. В принципе, мне понравилось. Нету особых никаких вопросов и претензий к этому продукту. Далее у нас с вами были пудры. Первая от бренда Vitek, вторая от бренда Belita. На лице, на мне, они выглядят абсолютно одинаково. Никакой разницы я особо не увидела. Поэтому, в принципе, рассказывая про один продукт, я по факту рассказываю про второй продукт. Мягкая, тонкая текстура, хорошо распределяется, не подчеркивает особо текстуру кожи. Если говорить про расширенные какие-то поры, если будут у вас шелушения, притом откровенно хорошие шелушения, если нанесете много продукта, может их немножко подчеркнуть. Если у вас не ярко выраженные шелушения, то, в принципе, будет неплохо. В чистом виде на лицо я бы не стала использовать. Я вообще, в принципе, пудры на лицо в чистом виде не очень сильно люблю, потому что они подчеркивают все то, чего у вас, в принципе, нету на лице. Поэтому я предпочитаю именно тональные основы. Если вы предпочитаете пудры в виде тона, не подскажу, надо пробовать. Но, скорее всего, мне эффект не очень сильно понравится, потому что у меня сейчас еще кожа чуть-чуть подсушенная. И есть некоторые места, которые такие слегка, с легкими небольшими шелушинками. Поэтому в чистом виде на себя я бы точно не стала наносить ни ту, ни ту пудру. Поверх тональной основы мне нравится. Пудры незаметны на лице, и они достаточно тонко распределяются. Если, например, их сравнить, не знаю, с какими-то супердорогими пудрами, либо же с рассыпчатой пудрой, например, от Бернович, то Бернович будет чуть-чуть все-таки тоньше распределяться и тоньше лежать, и будет еще более незаметной. Но сказать, что эти пудры плохи, ни в коем случае нет. Это нормальные бюджетные пудры, чем-то похожи по эффекту на вот эту пудру от бренда Люкс Визаж. Далее уточню, что одна пудра без тальковая, вторая пудра все-таки содержит тальк. Говоря про SPF-защиту, которая здесь написана. Версия Белита содержит SPF 15. Ну, это несерьезно, ребята. Все, весь, вернее, SPF, который вы видите в декоративной косметике, это скорее ваш дополнительный помощник, но это не основной SPF. Потому что вы не нанесете столько продукта, сколько это необходимо для того, чтобы SPF нормально работал. И для того, чтобы вы получили именно вот такую степень защиты. Поэтому это не отменяет того, что вы наносите до наисения тональной основы SPF. С помощью этого продукта вы можете немножко обновить SPF. Ни больше, ни меньше. Это не замена SPF. В общем, в целом, нормальные пудры и, кстати говоря, очень даже неплохие упаковки. Единственное, что меня интересует, где место производства. Так, Vitex это Польша. А где у нас с вами произведена Белита? Белита тоже польского производства. Более того, это один и тот же завод. Не зря мне текстуры показались очень сильно похожими. Далее двигаемся с вами к бровям и карандаши. Вернее, карандаш новый от бренда Luxe Visage. Я его взяла в двух оттенках. Напомню, 310 и 311. 311 мне понравился. Очень красивый нейтральный оттенок. Есть легкая, легкая, еле заметная серинка. То есть это не совсем супер классический талп. Если, например, его сравнить с 204 оттенком Belor Design, то этот цвет будет чуть-чуть сложнее. Белор Дизайн будет серее, а здесь будет какая-то легкая, еле заметная зеленинка. И если у вас светло-русый цвет волос или же темно-русый, вам этот карандаш хорошо подойдет. Говоря про 311 оттенок, он мне как-то не очень понравился. Вернее, 310, извините. Он краснит. То есть теоретически это, в принципе, карандаш, который можно попробовать на брюнетку или же на рыженькую. На блондинку он не подойдет. Он слишком красный для этого. Мне карандаши понравились. Текстура классная. Они мягкие, легко распределяются, сильно пигментированные. Их можно наслаивать, если вдруг вам это необходимо. Они хорошо тушуются. Очень удобная щеточка. Насчет расхода, честно сказать, я не уверена. Мне кажется, что он будет средний. Потому что если, например, взять новинку от Vitex и новинку от Rilouis, то вот люкс визаж будет по текстуре где-то между. То есть он не сильно твердый и он не сильно мягкий. При этом он ближе все-таки к мягкому, нежели чем к твердому. Короче говоря, нормальные карандаши очень сильно понравились. И теперь мы с вами будем переходить к макияжу глаз. И давайте продолжим, пожалуй, с люкс визаж. Каяло. Немецкое производство. Черный коричневый карандаш. Сегодня мы с вами попробовали черный. В следующий раз, когда будет дополнительное включение, я попробую коричневую версию карандаша. Первое впечатление. Толковый карандаш. Он очень мягкий, сильно пигментированный. Легко распределяется, легко тушуется. Он не тушуется кусками, как это иногда бывает. Не отваливаются у вас странные какие-то непонятные куски при тушевке. И когда вы тушуете край, вы тушуете край, а не весь карандаш. То есть он схватывается частично и в принципе он неподвижен. При этом вы можете растушевать конкретно границу, а не линию, которую вы прорисовали в дори ресничного края. Легко, прекрасно, замечательно, хорошая дымка. У вас есть время наподумать, у вас есть время растушевать. Из нюансиков то, что здесь, конечно, нету точилки в попке, но это уже вопрос на любителя. Если их сравнить с схожими карандашами от Рилы, мне кажется, это плюс-минус одно и то же. Это, скорее всего, даже один и тот же завод. Из нюансиков, чуть не забыла сказать, создается ощущение, что именно упаковка слегка шатается. То есть есть вероятность того, что когда вы будете прорисовывать линию, может быть, частично карандаш закрутится обратно. Пока что я этого не наблюдала. Вроде как бы не закручивается, потому что есть такой вот производственный брак у Белор Дизайн. И я боялась, что будет то же самое с Люкс Лизаж, потому что как-то упаковка сильно шатается. Но вроде бы не закручивается. Надо будет проверить это в будущем и последить за этим моментом. Большую разницу между Рилу и Люкс Лизаж я не вижу, если честно. Жидкие тени от бренда Бернович. Я их никогда не пробовала до этого момента. И вообще я их и не думала заказывать. Но они пришли мне как подарок за покупку на официальном сайте Бернович. Поэтому мы их с вами и попробовали. Тени сами по себе неплохие. Достаточно сильно пигментированные. Легко распределяются. Отлично тушуются. И при нанесении они не комкаются. Как это иногда бывает. Как они будут вести себя в течение дня, я пока не знаю. Поэтому я буду делать еще одно вечернее включение. Мы с вами посмотрим, как они ведут себя в чистом виде. Пока что мне нравится. Но я должна вас предупредить, что здесь есть не очень приятная отдушка. Вернее, полное отсутствие отдушки. Они пахнут производством. Если вы вдруг пробовали жидкие тени от Белиты или же от Витекс, здесь точно такой же запах. Если вас это не смущает, то в принципе я не думаю, что это супер какая-то ярко выраженная проблемка. Говоря про однушку Спаркл. Ой, это не Спаркл. Извините. Это однушка из линейки Galaxy. Это моя первая однушка из этой линейки. И в принципе я довольна. Если сравнить ее с линейкой Спарклов, то абсолютно другая текстура. Вообще совершенно другая текстура. Они мягкие, они кремовые, они легко набираются на кисточку. Они не пылят, когда вы набираете на кисточки. Они не наносятся хлопьями. Их не нужно растирать по подвижному веку. Они сразу же наносятся именно плотненько. И при этом отдельными частичками, а не хлопьями. Вот это основное различие. То, что если вы возьмете линейку со Спарклами, очень часто там оттенки набираются именно как хлопья. И эти хлопья нужно обязательно разбить. Здесь такого нету. Говоря про оттенок. Ну, на камере как-то особо не отлавливает то, что здесь якобы триохромные. В реальной жизни на самом деле особо тоже не отлавливает. При искусственном освещении это видно. При дневном освещении это практически незаметно. И при дневном освещении они выглядят просто золотыми. То есть просто золотой красивый оттенок, красиво переливается, симпатично выглядит. Если начать поворачивать вот так вот голову, то да, будет небольшой розовый блик. На камере я не уверена, что он вообще хоть что-то отлавливает. Или хоть как-то отлавливает этот перелив. Но вот если я сейчас посмотрю на себя в зеркало при искусственном освещении, то вот здесь вот у меня слегка розовато-персиковый оттенок. По подвижному веку именно в серединке у меня золотистый оттенок. А ближе ко внешнему уголочку у меня оливковато-золотистый оттенок получается. Могу, конечно, попытаться сделать вот таким вот образом. Но, если честно, по-моему, разницы особо всё равно не видно. То есть нужно этот момент, конечно, отлавливать либо в реальной жизни, либо пытаться как-то отловить на макро. И тут нужно будет обязательно менять освещение, переносить его. И тогда, может быть, вот именно этот перелив треохромный камера словит. Потому что вот так, ну, выглядит просто как блёсточка. Красивая блёсточка, да. Но я бы, конечно, посмотрю, когда буду редактировать. Может, всё-таки что-то отлавливаю. Потому что, когда я сейчас смотрю в камеру и на монитор, ну, практически ничего. Тоже отдаёт больше всё-таки золотым оттенком, нежели розовым. Хотя, если я вам покажу вот блёстку вот таким вот макаром, она розовая на камере. В общем, очень интересно всегда с этими триохромами. И попытки отловить этот триохром — это тоже достаточно весело. Чуть не пропустила тушь от бренда Belita. Она неплохо разделяет. И, в принципе, она действительно даёт небольшой объём. Но при этом, если вы её нанесёте одним слоем, то она не будет уплотнять волосок. Она будет очень хорошо разделять. Но именно уплотнение вы увидите только после нанесения второго-третьего слоя. Она даёт минимальную подкрутку и лёгкое удлинение. Она скорее нацелена действительно на объём, как, в принципе, здесь и написано. Но обязательно наносите тогда в два слоя, если вы хотите увидеть именно вау-эффект. Она не даёт комочков. То есть, в принципе, теоретически она сыпать не должна. Но этот момент мы с вами ещё обязательно проверим. Пока что мне понравилось. А вот теперь переходим с вами к макияжу губ. И начнём с карандашей от бренда Vitex. Я купила 4 оттенка, но тут такое дело. Как вы видели на губах, оттенки 2 и 3. Безумно сильно похожи. Ну, просто безумно сильно похожи на губах. Разница настолько минимальная, что мне кажется, с точки зрения обычного пользователя, многие даже всматриваться не будут, что там в одном оттенке чуть-чуть больше розового. Эти два оттенка не подойдут на холодный батон. Они слишком тёплые. Более того, они даже будут немножко рыжить. Говоря про текстуру. Тоже не всем понравится. Они сами по себе достаточно суховатые. И если их сравнивать с карандашом в дереве от Luxe Visage, именно старая версия, то плюс-минус на одном и том же уровне, ну, может, Luxe Visage будет чуть-чуть-чуть посуше. Но при этом пигментация у Luxe Visage будет выше, чем у этих карандашей от Vitex. Они не плохие, но и сказать, что они идеальные, я не могу. Но основная претензия у меня всё-таки к оттенкам. Почему они такие тёплые? То есть я взяла четыре оттенка из шести, и на самом-то деле все оттенки так или иначе содержат теплинку. И нет ни одного оттенка, который был бы хотя бы минимально приглушённым, розовым или же хотя бы холодным. Потому что всё-таки есть люди, даже большое количество людей, которые любят именно холодные оттенки. А тут в линейке просто не было ничего. Ко всему прочему, бывают тёплые оттенки, которые такие слегка освежающие, розовато-персиковые. Но здесь оттенки скорее рыжеватые. Именно поэтому они будут более-менее смотреться на тёплом потоне. Летом хорошо будут смотреться, но на холодном потоне, на светлой девочке, что второй, что третий, что четвёртый оттенки, но они рыжись будут. На самом деле и пятый оттенок будет тоже рыжись. Пятый оттенок сам по себе самый тёплый. Ой, вернее, холодный. Какой холодный? Самый тёплый в линейке, извините. Что-то я уже заговариваюсь. Говоря про карандаши от Riloui, куда я делала третий карандаш. А, всё, нашла. Ситуация точно такая же. Именно с оттенками что-то не так. Я взяла два оттенка 1 и 3, и они оба тёплые. Я в своём случае ничего против не имею, что они тёплые. Но выбор-то небольшой получается, потому что в линейке всего шесть оттенков, и получается два из них, которые с коричневинкой, они достаточно тёплые. Именно не освежающие такие, а скорее рыжеватенькие. Если говорить про оттенок 1, то он вообще только на тёплый потон, потому что он откровенно рыжий. И он очень сильно похож по оттенку на карандаши Vitex под номером 2 и 3. Но мне нравится текстура. Если бы они добавили какие-нибудь чуть более интересные оттенки, цены бы им не было. Текстура классная. Карандаши мягкие, сильно пигментированные, очень устойчивые, легко распределяются, легко наслаиваются, не подчёркиваю текстуру губ, потому что они очень мягкие и кремовые. Но цвета, что с цветами, я не поняла. Объясните мне. Из тех оттенков, которые я взяла, на самом-то деле по итогу мне понравились два. Это третий и шестой. Почему я не взяла остальные оттенки? Ну, я их видела в реальной жизни, и поэтому не взяла. Они розоватые, но они не прохладно-розоватые, не приглушённо-розоватые, не тёпло-розоватые. Они розово-красные. Может, конечно, мне показалось, но мне не показалось всё-таки, мне кажется. Потому что вот они все с какой-то красненкой. Я не понимаю, зачем, не понимаю, кому такое нужно. То есть я прекрасно осознаю, что реально ходовыми будут вот эти вот два оттенка. Третий и шестой. Шестой хорош тем, что это холодный, ой, не холодный, но на самом деле малиновые оттенки считаются всё-таки прохладными. В общем, давайте назовём это так. Классический красный оттенок. Если вам нужен классический красный, устойчивый оттенок в белорусской косметике, вот он, он появился. Да, он, не сказать, что сильно пигментированный. Я всё-таки ожидала чуть больше пигмента именно в этом оттенке. Но вообще-то неплохо. С учётом того, что вы, скорее всего, по веру будете наносить красную помаду, которая сама по себе будет достаточно пигментированная, у вас не будет проблем. Для того, чтобы прорисовать контур, в принципе, подойдёт. И плюс меньше шансов накосячить. Вот. Особенно с красными оттенками. Текстура, да? С оттенками есть вопросы. И последний продукт на сегодня – это бальзам. Вернее, это блеск бальзам для губ в оттенке 7. Именно персикового оттенка я, к сожалению, на губах не увидела. Но вообще эти блески для губ не нравятся. Они комфортные, они не липкие, они не сушат губы, потому что иногда и такое бывает. Хорошо распределяются, не растекаются. Цвета, в принципе, неплохие. Можно брать. И если вы даже очень беленькой, возьмёте этот оттенок себе, нанесёте на губы. Именно рыжести этот цвет давать не будет, потому что пигмента здесь очень мало. Но при этом в вашем случае это будет такой лёгкий, освежающий моментик на губах. Вот. А сейчас давайте с вами посмотрим вечернее включение. Прошло уже где-то 11 часов, и время проверяться. Хайлайтер всё ещё на месте. Брови не поблёкли, не смазались. Макияж глаз блёсточка на месте и не скаталась. И также она не сыпала. Говоря про нашу с вами тушь. Есть небольшие осыпания, но если честно, мне кажется, что это просто осыпание туши, которую я пыталась приклеить именно к ресницам. Поэтому, в принципе, можно не засчитывать. Говоря про пудру. Они ведут себя вообще одинаково. Ну, на мне они ведут себя одинаково. Сказать, что они держат весь день я не могу. Где-то около часов 4-5, в принципе, они держат. А дальше начинают понемногу вырабатываться себом. В принципе, наслаивать их можно. Они выглядят адекватно на лице. Особо ничего не подчёркивают. Макияж губ. Ну, карандаш достаточно устойчивый всё-таки. И, в принципе, он может и где-то часов 5-6 держаться. Я сегодня хожу с макияжем где-то уже 10 часов. И я на подвижное веко нанесла изначально оттенок 2. Потом на серединку подвижного века в качестве небольшого блика и усиления второй оттенок. И также у меня тушь на ресницах и коричневый каял. Слизистый и коричневый каял я вот здесь вот подтушевала. Итак, тени у меня скатались с обеих сторон. База сегодня никакой не наносила. То есть, всё как есть. Говоря про тушь, мне очень сильно нравится эффект. Но вы меня, конечно, извините, но она отпечаталась сильно. И она посыпалась. То есть, с точки зрения поведения в течение дня мне не очень. Но эффект очень красивый. Говоря про гелевый карандаш с нижней слизистой, он уже подсполз. Остался вот здесь вот небольшой участок. И честно, в моём случае это как-то не очень хорошо. Обычно у меня чуть лучше держатся гелевые карандаши. Но при этом тушёвка выглядит симпатично. И в завершение, как и обещала, мы с вами поговорим про розыгрыш. Ещё раз большое всем спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии и за ваши просмотры. В этот раз мы разыгрываем с вами вот такую вот миленькую коробочку. Из суперинтересненького здесь есть мини-версия помады Estee Lauder. Да-да. Кое-что от бренда Бабар и набор кисточек от бренда Brushworks. Ну, конечно же, это не всё, что находится в этой коробочке. Как обычно, описание и фотографию я оставлю в Инстаграме. Итак, для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, необходимо поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы ещё не подписаны. И обязательно оставить комментарий, потому что розыгрыш будет, вернее, победитель будет выгрубираться, конечно же, рандомным образом среди комментариев. Пожалуйста, напишите в комментариях ваши любимые продукты из белорусской косметики и ваши нелюбимые продукты, что вам больше всего не нравится в белорусской косметике. И, не знаю, например, если у вас есть аллергическая реакция на какие-то продукты, то, пожалуйста, напишите это в комментариях. Многим людям это будет полезно, потому что, насколько я знаю, часто бывает аллергическая реакция на туши и на тени жидкие от Люкс Пейзаж. Поэтому, если у вас есть аллергическая реакция, обязательно напишите про это в комментариях. Большое спасибо заранее. И также желательно, но не обязательно подписка на Инстаграм, потому что именно в Инстаграме я буду выкладывать видеорозыгрыша. И, понятное дело, там с вами будет гораздо проще связаться. Но, если у вас нет Инстаграма или же вы им не пользуетесь, я в любом случае буду отписываться под выигрышным комментарием. Буду его закреплять. И, конечно же, буду писать, здравствуйте, вы выиграли, как мне с вами связаться. Большое вам всем спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, удачи и отличного настроения. И пока-пока.